Футболист Чертанова Валентин Атаян отвечает на наши вопросы после матча с Острогино. Валентин, твои эмоции, впечатления после сегодняшней победы? Ну, я очень рад, что мы выиграли. Сегодня все ребята выложились на 100%. У нас была красная карточка, но мы забили гол, не сдались, доиграли до конца матча и я доволен. С каким планом, с какой задачей, целью выходил сегодня на поле по ходу второго тайма? Ну, тренер мне сказал, на какую позицию я выхожу. Установки у нас всех, нам дает тренер. И, ну, я выходил с задачей усилить игру в первую очередь и помочь команде, когда уже игроки подсели. Вот, и все. Три подряд разгромные победы, три подряд сухих матчей. В чем секрет Чертанова? Ну, наверное, в том, что на тренировках и в играх все укладываются на 100%. У нас в команде хороший микроклимат, у нас дружный коллектив. Мы все друг друга поддерживаем. Наверное, в этом. Большое спасибо, удачи в следующих матчах. Алексей Сергеевич Зайцев, наставник Чертанова, отвечает на наши вопросы после матча. Сострогенов, Алексей Сергеевич, ваши эмоции, впечатления после победы. Поздравляем. Спасибо за поздравление, добрый день. Ну, эмоции положительные, конечно, победа любая, она всегда вносит положительные эмоции. А немножко так не понравилось то, что много карточек нахватали желтых и даже умудрились удаление на ровном месте заработать. Ну, так не вытекало это исходы игры. Такая невынужденная красная карточка, конечно, там надо напомнить ребятам, поговорить. Тем более, в концовке чемпионата это все может аукнуться. А так, в целом, все понравилось. Только что задавал вопрос Валентину Атаяну. Три подряд разгромных победы, три подряд сухих матчей. В чем секрет такой хорошей серии для вашей команды сейчас? Ну, тут, вы знаете, если бы кто-то знал такой секрет, я думаю, все бы им пользовались с удовольствием. Тут секрет никакого нет. Да, складывается хорошо, что три игры получаются с хорошим результатом для нас. И в плане результативности, и в плане сухих матчей. И, да, это всегда радует, что в обороне свое дело сделали хорошо. И молодцы нападающие, что пользуются своими моментами. Александр Помалюк сегодня забил 24-й мяч в юношеской футбольной лиге 3. Как вот его выступление прокомментируете? За счет чего ему получается такая результативность? Тоже не могу так сказать за счет чего. Хорошо ловит, ищет свои эпизоды, хорошо реализует, лишнего не делает. Где-то хладнокровие, значит, и есть уже сформировалось. И как бы пользоваться этим может и больше на самом деле забивать. Там это два, не предел. Когда там условно 10 моментов хороших эпизодов создается, может и больше забивать. То есть это не предел, есть к чему расти, как говорится. Большое спасибо, удачи в следующих матчах. Спасибо. Арсений Федоров, игрок Строгино в нашем эфире. Арсений, твои эмоции, впечатления, чего не хватило сегодня для того, чтобы добиться нужного результата? Игра была хорошая. Владели мячом, создавали моменты. Где-то не везло, где-то соперник реализовал свои моменты, выходил вперед. Может быть, расстраивались, из-за этого пропускали более глупые голы. Вот с чем связываешь как раз-таки вот эти два пропущенных мяча в первом тайме, поскольку играла команда неплохо и моменты создавала, а в итоге ушла на перерыв, проигрывая 2-0. На твой взгляд, вот с чем это связано? Нам забили два гола после того, как мы могли забить. То есть первый раз мы повали штангу, нам забивает следующий гол. Второй, возможно, был пенальти, дальше контратака и гол. Но, наверное, с эмоциями не справились и пропустили два гола. Насколько это поражение может эмоционально сказаться на команде? Как, из чего будет состоять подготовка к следующим поединкам ЮФЛ? Я думаю, ничего страшного. Разберем игру, если это день-два, дальше готовимся к Ростову. Большое спасибо, удачи в следующих матчах. До свидания. Александр Дмитриевич Ульянов, наставник Строгенов. В нашем эфире после матча с Чертановым. Александр Дмитриевич, ваши эмоции, впечатления? Чем довольны, чем недовольны сегодня по итогам поединка? В принципе, провели целостную такую игру, достаточно качественную, на хорошем уровне. Недоволен то, что проиграли. Пропустили необязательные мячи, контратаки. За счет чего играет как раз Чертанова, хороший нападающий, который реализует свои моменты. Чего в атаке сегодня не хватило? Может быть, как раз реализации, поскольку моменты возникали достаточно регулярно у ворот Чертанова, забивать не удавалось? Да, мы создавали моменты и, в принципе, неплохо действовали в последнее третье поле. Разыгрывали мяч, вбегали, били по воротам, создавали давление, попадали в штанги. Возможно, немножко где-то арбитр не увидел каких-то эпизодов. В целом действовали достаточно, еще раз повторюсь, качественно. То, что не забили, это следствие как раз за то, что мы проиграли. Ну и заключительный вопрос, немного о целях Строгенона, концовку сезона, завершающую часть ЮФЛ. Какие задачи перед командой ставите на финальный отрезок? Ну, мы идем от игры к игре и в каждой игре хотим показать свои лучшие качества и победить. Большое спасибо, удачи вам. Спасибо. Продолжение следует...